Пересмотреть финансовую политику. Бюджет региона обсудили в пятницу на заседании профильного комитета Ивановской областной думы. Региональные парламентарии побеседовали с коллегами из муниципалитетов на тему финансовой устойчивости городских округов. Бюджеты сбалансированы, но сбалансированы с привлечением кредитов банков. Я уже не говорю об объеме дотации, который передается с федерального уровня. Ивановская область достаточно дотационная, поэтому кроме доходов, которые собираются на территории области для формирования бюджета и для обеспечения расходных обязательств, которые есть на территории Ивановской области, используются в том числе и дотации с федерального бюджета, и немаленькие. Сумма госдолга региона перед федеральной казной составляет 16 миллиардов рублей, потому одной из главных целей в формировании бюджетов на 2018-й по-прежнему остается снижение долговой нагрузки. Для покрытия дефицита некоторые муниципалитеты используют банковские кредиты, что, по словам специалистов, очень рискованно. Кредиты банка – это заемные средства, которые придется отдавать и причем отдавать муниципальным образованием на следующий год. Безусловно, собрать дополнительные средства для того, чтобы за счет дополнительного поступления налогов закрыть те кредиты, которые они взяли, наверняка не удастся. То есть получится перекредитование и кредит текущего года, он ляжет дополнительным временем на следующие бюджетные года. На сегодня 55% доходов региона – это налоги с физических лиц, потому еще одна задача региона – увеличить число рабочих мест, сделать область более привлекательной для граждан, чтобы у ивановцев не было желания или потребности ехать на заработки в крупные города. Вот сегодня мы сделали шаг в направлении городских округов, дальше будем разбирать другие территории, идет формирование бюджета на 2018 год, и сегодня мы должны очень внимательно подумать, а что, какие приоритеты в этом бюджете должны быть предусмотрены, чтобы наша область развивалась. Большинство муниципальных образований функционируют в режиме нехватки средств, и только шести муниципалитетам региона удалось формировать бюджет с профицитом. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.